Хитман. Бладмани. Очень часто получается, что знаменитые сериалы погибают из-за жадности своих создателей. Смастерили какие-нибудь малоизвестные разработчики интересную и прибыльную игру, а издатель только и рад наштамповать побольше продолжений. Сериал Хитман еще раз это доказывает. Вскоре после отличной первой части вышла Silent Assassin. Но вместо продолжения таинственной истории клона по имени 47-й мы получили обыкновенный сюжет про месть за убитого друга. Третья часть под заголовком Contracts тоже ничем не удивила. В ней игрока ждали туманные воспоминания героя, да несколько переделанных уровней из первой части. При такой печальной тенденции мало кто надеялся на успех Бладмани. Но на этот раз разработчики действительно постарались на славу. Больше Хитману не приходится мстить за убитых друзей или с трудом вспоминать свои предыдущие дела. Наш герой вновь вернулся на любимую киллерскую работу. Полученные за выполнение заданий средства очень быстро растрачиваются на новые прибамбасы для оружия. Приходится экономить. Для двух десятков стволов предусмотрено множество улучшений. Даже на обыкновенную винтовку М16 можно поставить оптический прицел, прикрутить глушитель или зарядить ее бесшумными пулями. Правда, если на задании вы начнете валить всех налево и направо, то на вашей игровой репутации это отразится не лучшим образом. Во время следующей миссии прохожие начнут нехорошо коситься на бритоголового товарища в похоронном костюме. А уж охранники жертвы мигом вычислят, зачем вы сюда явились. Замести следы и избавиться от подозрений помогут так называемые чистильщики. Разумеется, за свои услуги берут они немало. В Бладмане приветствуется куда более тонкий подход к прохождению игры. Например, можно взять на задание только удавку и с блеском пройти миссию. Разработчики сильно постарались, чтобы игрок мог действовать скрытно и осторожно. Трупы можно прятать в холодильнике, шкафы и ящики, чтобы не привлекать внимания еще живых врагов. Ведь если вы оставили посреди комнаты застреленного охранника, то рано или поздно его найдут, а вас станут разыскивать. Самый изящный способ выполнить заказ – подстроить несчастный случай. Достаточно просто подойти со спины к задевавшейся около пропасти жертве и легонько толкнуть ее вперед. Душераздирающий крик никто не услышит и вас не заподозрят. Также можно толкать людей с лестницы, выбрасывать из окон или с балконов. Способов совершения убийств очень много, что выгодно отличает нового Хитмана от предыдущих частей. К сожалению, даже самую тончайшую вашу работу часто портят баги. Бывает, что противники появляются в только что зачищенной комнате словно из воздуха, видят сквозь стены и без причины поднимают панику. Из-за таких нелепых ситуаций часто приходится загружать сохраненную игру. А сейвов на высоких уровнях сложности совсем немного. Но даже это не самая главная беда. Если вы вдруг решили, что сможете пройти задание попозже, то выбросьте такие мысли из головы. Стоит только выйти в главное меню, как все сохраненные файлы пропадают. Все, что можно сделать, это начать миссию заново. Но все-таки новая часть Хитмана удалась. Разработчики выпустили отличный экшен с интересными заданиями и целым набором способов убийств. К тому же к нам вернулся тот самый мрачноватый и корыстный 47-й, в которого мы влюбились в первой части.